Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Вита, и я к вам сегодня с пустыми банками февраля. Очень много продуктов я закончила в прошлом месяце, чем я безумно рада. Как всегда, начну с ухода, будут некоторые продукты для волос, также будет, естественно, декоративная косметика. Итак, уход. Очищение. Бальзам Clean It Zero с церамидами от бренд, называется, по-моему, Vanilla. Вот здесь даже не написан бренд на упаковке. Ну, и ладно, а вот написано, Vanilla Co. Мне он понравился, здесь есть церамида в нем, он увлажняет, не стягивает кожу, убирает макияж. Он довольно-таки, по сравнению с другими очищающими средствами такого типа, довольно-таки бюджетный. Хороший базовый бальзам для очищения макияжа, который работает и справляется со своей задачей. Какого-то невероятного запаха, тактильного ощущения. Знаете, спа-экспириенс вам этот бальзам не даст, но такая хорошая рабочая лошадка. Я, скорее всего, повторять не буду его, потому что мне намного больше нравится бальзам от Farmacy. И сейчас я пользуюсь бальзамом от Elmys, и он даже в Farmacy заткнул, там за все углы или за что-то затыкают, я не знаю. Но, в общем, сейчас мой фаворит Elmys. А этот, вот если нужен бальзам в такой, знаете, ценовой категории, побюджетнее. Закончила Церамидин от Dr.Jart. Это Skin Barrier Serum Toner. Один из самых моих любимых тонеров для сухой, обезвоженной, да и для жирной кожи, для кожи с поврежденным барьером. Мне кажется, я тут все до капли уже вылила. У него такой прозрачный, немножечко желтоватый цвет. И он довольно-таки густенький, поэтому он больше как-то же не тонер, а вот эссенция. Я его просто на руки наносила, прикладывала к коже, и он так хорошо помогает коже восстановить барьер. Если есть какие-то признаки поврежденного барьера, сколько раз в этом видео я скажу слово барьер, я не знаю. Но он с ними справляется. Сухость, экзема, какие-то непонятные высыпания, непонятные шелушения. Он вам в помощь, люблю его и обожаю. Сейчас у меня Роуд. Есть молочко, которое мне тоже нравится, но вот этот вот тонер, наверное, остается одним из моих самых любимых. И я точно его буду повторять, когда закончу все остальные продукты в похожей категории, которые у меня сейчас есть. Закончила сыворотку. Это Snail Mucin 96-я от COSRX. Очень популярный продукт. Довольно-таки бюджетный. Большая банка 100 мл стоит в районе, по-моему, 20 долларов. Я ее даже на скидках периодически ловлю в Alty, и там можно купить вообще за 15 долларов. То есть прям хороший бюджетный продукт. Он без запаха, без вкуса. Прозрачный, удобная помпа. Нравится он мне. Хорошая увлажняющая сыворотка. И под макияжем отлично сидит. И просто вот знаете, как если нужна какая-то хорошая рабочая сыворотка, именно для увлажнения. В ней нету никаких каких-то дополнительных там активных ингредиентов. Но как увлажняющая сыворотка, вот мне кажется, для молодой сухой кожи она подойдет. Для безвоженной кожи она подойдет. Отличная. У меня есть еще одна банка, уже стоит, потому что я уже, как говорила, нашла... Были скидки, я схватила ее, чтобы она у меня была, лежала на всякий случай. Мне она понравилась. У меня сейчас есть несколько сывороток, которых я хочу попробовать до того, как открою эту банку. Но обязательно придет время этой сыворотки опять. Я ее советую. Закончила крем Lipid Gold. Это бренд Stratia. У меня есть видео про мой уход, где я вообще рассказываю про бренд Stratia. Очень много у них есть достойных продуктов. И вот этот вот один из моих самых любимых. Он называется Lipid Gold. И это крем для восстановления барьера кожи. В нем есть церамиды. Это такой гибрид типа сыворотки и лосьона. И он очень легкий, так что он подойдет и с жирной кожей, и нормальной кожей. И на сухих участках он мне тоже все делает то, что обещает. Он отбеливает кожу, он ее увлажняет и он ее заживляет. Этот продукт был сформулирован так, чтобы повторять ваш барьер кожи и то, что он делает. Поэтому, опять же, для чувствительной кожи отличный вариант. Потому что это продукт без запаха. Он без каких-то добавлений непонятных ингредиентов, которые никому не нужны в уходе. Это действительно работающие формулы, основанные на научных исследованиях. У него такой желтоватый цвет. Вот единственный минус, которым я могу в нем найти, это на очень светлой коже. Вы, когда им намажетесь, можно выглядеть желтее, чем вы есть на самом деле. Либо чем вы хотите выглядеть. Поэтому я им в основном пользуюсь вечером и ложусь спать. Потому что пару раз я им пользовалась утром. И мне не нравится. Иногда я вижу вот этот желтый оттенок. Но, знаете, я ему это прощаю, потому что он отличный. У меня есть два, по-моему, сейчас стоит еще в моих загажниках. Поэтому обязательно буду им продолжать пользоваться. Закончила крем от Кода Ли. Это крем называется SOS Intense Moisturizing крем. Это очень увлажняющий крем, прям интенсивный. Я его, если честно, намазывала на руки, потому что мне не нравится у него запах. Он пахнет виноградной лозой. И это такой очень зеленый запах, и он прям горчит. И я не хотела наносить его на свое лицо, потому что он меня раздражает. Вообще проблема моя, точно, моя проблема с Кода Ли, это их отдушки. Мне часто они не очень нравятся. Мне нравится отдушка у их спрея фиксирующего или там освежающего. Но она как бы быстро улетает. А вот с кремом на лице сидеть, когда он пахнет, как-то не очень. Особенно в ночи. Потому что я во сне чувствую все. Я во сне могу чувствовать запахи. Я могу, я там слышу все звуки. Поэтому для меня это была такой преградой. И поэтому я наносила на руки. На руках он отлично работал. У него такой беленький оттенок, как и у многих кремов. Вот, конечно, он пахнет просто на руках отлично. На руках отлично. Чувствуется, что увлажняет. Чувствуется, что защищает. Что он не просто, знаете, такой легкий крем впитался и ушел. Нет, и знаете, вот на руках такие кремы я обожаю использовать. Потому что у меня сухие руки. И вот что мне не подходит на лицо, то я мажу на руки. Но запах это камень преткновения. Поэтому я не буду покупать полный размер. Я этот продукт не покупала. Это travel версия. Мне он то ли достался в какой-то коробке, которую я брала. То ли мне в подарок его кинули в сифоре. Поэтому я его сама не выбирала. Использовала сыворотку для бровей от Анастасии Беверли Хиллс. Называется она Brow Genius. Это довольно-таки новый продукт. В прошлом году он вышел. Может быть, на рынке он несколько месяцев. Четыре, там, пять. Этот продукт не стоит ваших денег. У меня travel версия. Полная версия стоит 68, что ли, долларов. Или 65. И, по идее, этот продукт должен... Он не для роста бровей. Он для того, чтобы смягчить ваши брови. Чтобы ваши брови было легче укладывать. Этот продукт, когда я прочитала описание и обещание, он мне попал прямо в сердце. Потому что у меня жесткие брови. Особенно вот на кончиках. И ничто их не берет. И этот продукт создан для жестких, неуправляемых бровей. Чтобы их смягчать, чтобы их было лучше укладывать. Но он ничего не делает. Он не делает ничего из заявленного. Я использовала этот продукт каждый вечер, блин, на брови. И вымазала всю вот эту вот версию. То есть, он у меня был, наверное... Его довольно-таки надолго хватает. Там, три месяца, может быть, у меня он уже как четыре. Но ничего он не сделал. Мне сначала казалось, что брови действительно чуть-чуть помягче. Но я в конце так и не поняла. То ли мне казалось, то ли это какой-то эффект плацебо. Но в любом случае результат не стоит тех денег. Я рада, что я этот продукт взяла в наборе с браудефайнером. И у меня получилась такая приемлемая, хорошая цена. То есть, я на него не потратилась. Потому что, конечно, платить за... Я не помню, сколько он стоит. Типа, там, 25 долларов эта тревел-версия. А большая версия 68 долларов. Я не знаю, что этот продукт делает. Я его не поняла. Я считаю, что он бесполезный. Никому не советую. И закончила бальзам от Summer Fridays. Прям малюточку. Называется он Lip Butter Balm. Это оттенок ванила beige. Я брала набор из четырех бальзамов. В районе Рождества, по-моему. И вот первый из них закончила. Очень он мне нравится. Просто увлажняет губы. Я понимаю всю суматоху вокруг бальзамов. Summer Fridays. Они действительно хорошие. Сейчас на рынке из всех бальзамов, что я пробовала. Это мой самый любимый. Он выглядит... Он такой, как гибрид. Типа бальзам тераблес для губ. В некоторых есть цвет. Вот этот вот цвет. Один из самых любимых. Если вам нужен нюдовый оттенок. У меня сейчас на губах, кстати, оттенок черри. Полноразмерный. Тоже он мне нравится. Здесь бальзам... Он под назв... Это ванилька. И такой у него бежевый оттенок. Я сейчас попробую еще остатки выдавить. Вот так вот он выглядит. Видите, он дает небольшой тинт. При этом увлажняет. Он не липкий. Он хорошо распределяется. Его довольно-таки надолго хватает. Его нанесешь, и он хорошенечко распределяется по губам. То есть не нужно его 300 тысяч раз наслаивать. Нужно прям чуть-чуть. Советую. Закончила три продукта для волос. Давайте по порядку. Во-первых, закончила свой любимый сухой шампунь от бренда Dry Bar. Этот сухой шампунь называется Detox. И он специально создан для чувствительной кожи головы. Вот он единственный там такой, в этой серой упаковке. Потому что от остальных у меня чешется голова. От этого нет. У него здесь есть запах, но он меня не бесит. И он действительно справляется со своей задачей. Он добавляет чуть-чуть текстуры. Когда у меня прям сильно уже сальные корни, я просто мою голову. Я вот такой продукт люблю использовать. Просто вот подосвежить. Да, там на второй день. Может быть после помывки головы, там может быть на третий. Это максимум. И мне он подходит. У меня от него не чешется голова. Он действительно не оставляет белого налета. Он убирает, освежает хорошо корни головы. Приятно пахнет. Точно буду повторять. Мне он прям очень нравится. И закончила такой интересный шампунь. Это бренд, который называется Бриодио. Я не знаю, правильно я его произношу или нет. Называется он Скалп Ревайвл. То есть это такой шампунь для кожи головы, чтобы убрать какие-то остатки фиксирующих продуктов, очистить кожу головы, чтобы чувствовалась свежесть, чтобы она дышала. И также есть в ней частички в этом продукте, которые будут немножечко скрабировать голову. Они вообще не чувствуются практически. Вот такая вот интересная у него текстура. Он пахнет мятой и активированным углем. Но тут на самом деле есть эти компоненты. То есть тут написано, что есть уголь, есть кокосовое масло. И запах мяты я тоже чувствую. Поэтому за счет этого он и освежает голову. Здесь вот эти вот частички, они прям скрабирующие. Они очень мягкие, вообще не абразивные. Мне в общем и целом он понравился. Мне очень понравилась взбитая текстура у этого продукта. Довольно долго таки я им пользовалась. Я им пользовалась, может быть, раз в две недели. Знаете, иногда раз в месяц по ощущениям. Иногда могла там раз в неделю им намазаться. Нравится он мне. Это продукт без силиконов, без парабенов, без сульфатов, без фталатов. Здесь нету никаких красителей. Чего еще. В общем, хороший этот бренд. Мне понравился. Действительно освежал кожу головы. У меня она, как я уже сказала, чувствительная. Он не делал ее более чувствительной. Знаете, это такой, типа, как детокс-шампунь. Когда вот, если вы пользуетесь очень много укладочными с лицами какими-то, если вы чувствуете, что иногда голову сложно промыть, что уже такое, знаете, голова жирнится начинает больше и чаще, то я вот его советую. Я с этим шампунем перешла от помывки головы каждый второй день на каждый третий день, потому что просто кожа головы очищенная, и как бы она ощущается свежо и не так быстро вот она жирнится, и корни сальными так быстро не становятся. Я думаю, что, не знаю, буду ли я конкретно повторять его, но я буду повторять что-то из этой серии, вот детокс-шампуней. Может, попробую что-то еще в другом бренде. Кстати, если вы знаете хороший детокс-шампуней, пожалуйста, посоветуйте мне ваши любимые. Я обязательно их попробую. Лак для волос закончила. Это бренд Kenra, в Алте я выберу, Kenra Platinum коллекция, называется Working Spray, это номер 14, это спрей для волос, у которого легкая фиксация. Это самый лучший спрей-лак для волос с легкой фиксацией. Он дает действительно легчайшую фиксацию, поэтому я не знаю, почему я сейчас трогаю волосы, я сегодня не им пользовалась, потому что я его уже закончила, не знаю, когда, там, две недели назад. У него довольно-таки приятный запах, не могу сказать, что какой-то мой любимый, но не раздражает он меня. Мне что нравится, это то, что он вообще не делал волосы липкими, и он закрепляет, как бы, укладку, но не намертво, и волос такой живой, и такой летучий. Конечно, я его тоннами просто на себя брызгала, потому что мне нравился эффект, и он хороший, буду обязательно его повторять, но я что поняла для себя, что мне иногда его недостаточно было для определенных укладок, поэтому для меня нужно, чтобы было мне два спре для волос, вот этот вот, и плюс еще сильной фиксации, когда хочется побольше фиксацию добавить, особенно вот сюда вот, чтобы волос побольше стоял. Но этот продукт достойный, этот продукт хороший, если вы ищете что-то из этой серии, то я его советую, и сама, скорее всего, буду повторять тоже. Закончила очиститель для кистей от Sephora, называется он Daily Brush Cleanser Spray, в нескольких размерах он есть, здесь 198.1 мл, я его обожаю для такой быстрой очистки кистей, это то, чем я пользуюсь чаще всего, если у меня, мне нужно очистить кисть здесь и сейчас, и быстро, я его переливаю в маленький контейнер и ношу его с собой в кейсе в своем, потому что он действительно хорошо очищает кисти, при этом не оставляет их жирными, кисти мгновенно сухие, но если только вы там не какую-то огромную кисть, знаете, всю поливаете этим спреем, рада, что он у меня есть, я повторяю его, он у меня постоянно есть, я им постоянно пользуюсь, это такой продукт для мгновенного очищения, один из самых моих любимых, и мне что нравится, что у него нет запаха, потому что я также люблю Cinema Secrets, но он без спрея, там с ним нужно попариться, и он, мне не нравится, как он пахнет вообще, и кисти после него прям сильно-сильно-сильно пахнут, а вот после этого спрея вообще не пахнут отлично. Также закончила два продукта для тела, это крем от Trader Joe's, мне его дарили, вот я говорила, что Trader Joe's иногда выпускает какие-то коллекции для тела, которые вирусятся, и вот это был один из них, потому что этот крем, по-моему, стоит 3 или 4 доллара, но он полный дюб крема, который бум-бум крем, который стоит сколько там, 30 долларов, я, смотрите, вымазала его до последнего, мне он очень понравился. Он пахнет прям как вот этот вот желтенький бум-бум крем, здесь даже написано, что карамелью и фисташками, здесь есть асаи и экстракт гуараны, очень классная была текстура, приятно он пах, он, вот знаете, пах достаточно, и мне нравилось то, что вот его, когда наносишь, он пахнет, но потом, когда я ложу спать, я не чувствую запах его на своем теле, то есть он довольно-таки быстро улетучивается, для меня это плюс, потому что вот эти вот бум-бум крема я не могу наносить, наносить перед сном, потому что я просто просыпаюсь от их запаха. Понравился он мне, его, понятно, больше не достать, потому что Trader Joe's вот постоянно таким занимается, он как бы выпускает вот такие вот коллекции, они раскупятся и все, потом ищи с вещей, но вот, наверное, из всех продуктов Trader Joe's, которые у меня вообще когда-либо были, этот мне понравился больше всего, поэтому буду присматриваться к их вот баттерам, кремам, маслам, таким кремам-маслам для тела. И вот такой я продукт закончила, это бренд Topicals, в Сифоре он доступен, называется он Slather, и мне он достался в каком-то из наборов фаворитов Сифоры, это сыворотка для тела, здесь ретинол, на минуточку, здесь есть молочная кислота, есть сквалан, и советуют использовать эту сыворотку 2-3 раза в неделю, она якобы берет там текстуру, да, на коже, то есть эксфолиация будет происходить, я ее хоть и закончила, довольно-таки большой, 50 мл размер, это не полный размер продукта, мне ужасно не нравится его запах, и я им пользовалась только для того, чтобы посмотреть, будет ли вообще результат, какого-то результата я особо не заметила, хотя я прям пациент этого крема, потому что у меня есть текстура на руках, у меня довольно-таки сухая кожа, поэтому мне нужна эксфолиация, при этом, чтобы кожа не оставалась сухой, но я повторять его не буду, полный размер брать не буду, тем более, потому что он особо ничего не сделал, при этом мне не нравился его запах, в общем, как-то меня он заинтересовал, но мои ожидания он не оправдал, ничего не сделал. Перехожу к декоративной косметике, много декоративки в этом месяце, мне это не может не радовать, давайте по порядку. Закончила праймер от Эльф с неоцинамидом, 4% в нем неоцинамидом, мне он нравился, во-первых, мне нравится эта упаковка от Эльф, конечно, она не лухарь и ничего, но сразу видно, что ты продукт закончил до капли, и меня это радует, ничего не нужно вышкребать, выдавливать, вылавливать и так далее. Вот видите, прям уже ничего не выходит, и тут такой как бы вакуумный пакет, классно. Мне нравился этот праймер, я его наносила чуть-чуть на зоны, где у меня жирнится кожа, где у меня есть какая-то текстура, он такой, знаете, копия праймера Милк, зелененького, но с неоцинамидом. Очень подходит для сухой и для обезвоженной кожи, если у вас есть проблема с исчезновением тона с кожи, то вот этот праймер вам подойдет, он очень липкий, и за счет этого тон как бы к нему приклеивается, и хорошо сидит, не пропадает с лица в течение дня. Поэтому я его советую, не знаю, буду ли я повторять или нет, потому что у меня сейчас есть несколько праймеров, которые я люблю. Я вернулась к праймеру MAC Studio Radiance, он мой самый любимый, но этот тоже неплохой, хороший, рабочий вариант. Закончила ресницы Nessura, это 8 мм, они мне нравятся, я их заказываю на Амазоне, это такие индивидуальные пучки, 20p, это объем, в общем, 8 мм, это такие мои расходники, прям, потому что я обычно восьмеркой проклеиваю всю длину, кроме кончиков, и там уже на кончиках добавляю там десятки, 12, даже иногда 14, если хочется прям макияж клеопатры, но вот восьмерки у меня ходят быстрее всего, нравится мне этот бренд, советую эти ресницы. И закончила клей Duo, это Brush On от Hissive с витаминами. Я его повторять не буду, потому что я сейчас беру клей Duo, который в тюбике мне больше нравится, чем клей с кистью. Вот этот клей с кистью, он очень быстро высыхает, и его, когда нанесешь, да, там куда-либо, чтобы его набирать, вот, пока я накрашу два глаза, я не знаю, сколько раз мне нужно было макать, его перенабирать. Мне кажется, его больше у меня высохло, вот просто так, в ожидании того, когда же я им буду пользоваться, чем я его действительно использовала, поэтому я такой формат именно брать не буду. Беру обычный вот Duo в тюбике, который выжимается, вот его кабельку как бы нанесешь, и все, и сидишь, все ресницы проклеил, там еще и осталось. А вот этот вот очень быстро засыхает. Выкидываю гель для бровей от Эльф, который называется Брау Лифт, та же самая ситуация у него, что и с Анастазией, смотрите, он у меня просто высох. Я эти гели для бровей вообще не оставляю открытыми никогда, но так как я живу в сухом климате, у меня вот эти гели, они все высыхают, и поэтому пришел его час. Вот таким, в таком виде им нельзя пользоваться, потому что он тут же налетом перхоти садится на брови, поэтому я от него просто избавляюсь. Я знаю, что сейчас у Анастасии есть продукт, который Брау Фриз, он выходит прям в маленьком размере, и вот я, скорее всего, буду брать его. Я сама им не пользуюсь, он у меня в кейсе лежит, потому что до сих пор иногда бывает, что народ просит эффект ламинированных бровей, и поэтому я вот положила сейчас Анастасию, большой у меня есть еще Брау Фриз, фриз, а если и он засохнет, а он скоро тоже засохнет, то я просто, наверное, буду брать прям малютки, чтобы ну хотя бы не так было жалко денег, потому что этот я, в принципе, использовала, ну половину-то я точно использовала, поэтому... но если у вас такие, как бы, гели не высыхают, то он, в принципе, очень похож на Брау Фриз от Анастасии, эльф, знаменит своими дюпами и копиями, хорошими, достойными копиями знаменитых продуктов-бестселлеров, и это одна из них. Закончила праймер от Urban Decay, оригинальный, я им сама не пользуюсь, но я на нем работаю, потому что у меня, у него есть небольшой цвет, для меня он немножечко не подходит, ну как не подходит, мне просто больше нравится больше MAC 24 часа, но чем мне нравится вот этот вот, этот тем, что у него есть цвет, он убирает какие-то венки, какие-то минимальные нюансы, поэтому я в кейсе его держу. Выкидываю карандаш черный гелевый от Wet n Wild, потому что он стоил там 3 доллара, он у меня просто вот сломался, причем там еще много осталось продукта, ну у меня их несколько, тоже в кейсе они у меня лежат, поэтому я, они в принципе неплохие для межреснички, мне сейчас MAC нравится больше, поэтому я в основном пользуюсь MAC, но до MAC я вот этим вот пользовалась, но видите, вот этот вот сломался, и я с ним прощаюсь, повторять не буду, плюс я их постоянно набрала в Alty, и сейчас Wet n Wild ушел из Alty, поэтому его уже и сложнее доставать, то есть нужно где-то заказывать, я этим заниматься не буду. Я наконец-то закончила контур стик от Марио, у меня это оттенок Light Medium, мне нравилась формула, и мне нравился цвет продукта, у меня тут чуть-чуть еще есть его, но я уже когда кистью в него лезу, у меня начинает гнуться кисть, и я ради него, конечно, кисть портить не буду, уже с ним прощаюсь. Идеальный оттенок, отлично растушевывается, все в нем хорошо, но я его ни за какие коврички повторять не буду, потому что у него просто провальная упаковка. Эта упаковка, у нее вот этот вот выкручивающийся механизм, он постоянно заедает туда-сюда, и никогда не знаешь, когда он опять перестанет работать, и когда он перестает работать, нужно раскручивать всю эту шнягу, вот так вот его 30 раз со всей силы прокручивать в надежде, что он опять как бы проскочит, и я в первый раз думала, что он у меня просто сломался, как бы я пошла в Сифору, мне его обменяли, то есть это у меня второй уже продукт, потому что первый у меня застрял, наверное, после, там, не знаю, там, двух недель, после того, как я его купила, и этот продукт опять начал застревать, то есть два продукта, я полезла смотреть что да как, и мне приходилось смотреть видео в ТикТоке про то, как вот его выкручивать там 300 тысяч раз, чтобы он работал, вот тут вот у меня с другой стороны кисть, но видите, она тоже как бы, ее приходится уже вываливать, она вот сюда вообще как бы идет, а для меня эта кисть оказалась бесполезной, она слишком маленькая, и она плохо растушевывает продукт, потому что она прям слишком туго набитая, то есть она для меня оказалась бесполезной, плюс, как вот вы уже видите, мне, чтобы ей пользоваться, нужно вот, а я открываю, потом мне нужно ее вывалить, потом мне ее нужно вставить, то есть это не упаковка, это какая-то беда, все в этой упаковке плохо, и это ад какой-то адский, поэтому формула отличная, с упаковкой нужно что-то сделать, чтобы я еще раз его повторяла. Я закончила румяна, я так рада, это румяна от Мак, в оттенке Чики Девил, у меня в них появилась дырка, и я решила их добить, это было, наверное, я не знаю, сколько месяцев назад, энное количество месяцев, опять же, та же проблема, что и с Марио, но не в упаковке, в плане того, что он довольно-таки гибридный продукт, и мне уже, я когда его набираю по углам, у меня уже кисть начинает ломаться, я не хочу портить кисть, поэтому прощаюсь с ним, но красивая формула у Мак, это гибрид, он такой крем в пудру, поэтому если вам хочется кремовые тени, которые матовые при этом, которые не дают сияния, не дают блеска, для жирной кожи отлично, просто если вы любите кремовые румяна, которые больше матовые, либо если вам нравится, больше такой финиш, то я ее советую. Упаковка эргономичная, в плане того, что она легкая, она не выглядит дорого, это коллекция Glow Play у Мак, проблема этого продукта в том, что когда вы им начинаете пользоваться, он выглядит прям отвратно, то есть вот его достал, открыл, и у него такая формула мягкая, его можно продавить, и он там, вот знаете, какой-то кашицей продавленный лежит, в этой кашице есть волоски от кистей, как болото, он все вот это вот в себя забирает, в общем, видок не очень, формула нормальная, у меня есть еще два оттенка из этой же формулы, мне вот этот вот, наверное, нравился больше всего, нет, еще есть оттенок Blush Bliss, который мне нравится, поэтому я повторять этот оттенок не буду, буду пользоваться другими двумя, которые у меня есть, в принципе, формулу советую, если вас устраивает вот такой вот, знаете, хулиганский, потрепанный, какой-то непромытый вид румянка, пока вы ими пользуетесь. Закончила тон от Georgia Armani Luminous Silk, очень он мне нравится, возможно, буду его повторять, но потом, у меня куча тонов, которые мне нужно заканчивать, и сейчас выходят тоже какие-то новые тинты, которыми я хочу попользоваться, и вообще в последнее время я все меньше и меньше пользуюсь плотными или такими тонами со средним наслаевым покрытием, потому что я чаще всего просто пользуюсь сейчас консилером от Natasha Denon, там, где мне надо, и меня устраивает такой вариант, но это один из самых моих любимых тонов, если хочется тон, который у вас не подведет, он и подходит и для жирной кожи, и для сухой, он действительно создает такой красивый полуматовый финиш, но при этом вообще нет ни сухости, ни запудренности, не видно пигмента в формуле, это действительно одна из самых известных формул, все знают про этот тон, вот все, что про него говорят, хорошее, я подтверждаю, крутой, у меня был в оттенке 2, советую. Закончила Fix Plus матовый от MAC, чуть-чуть у меня его осталось, но вот в нем есть частички пудры, его нужно хорошо взбалтывать, и когда остается совсем чуть-чуть продукта, там очень много пудры, и в результате он уже просто начинает, знаете, плеваться вот в лицо, и там слишком много пудры, и белые пятнышки на лице остаются, но там действительно осталось, я не знаю. Вы знаете, вот я так смотрю, там не так уж и мало его осталось, но может быть, смотрите, полтора сантиметра, то есть продукт такой получается, посмотреть, продукт приходится выкидывать. Ну, ладно, я повторять его не буду, мне сейчас намного больше нравится Milk Pore Eclipse, он у меня еще, у меня еще оставались остатки после того, как я работала в MAC, потому что у меня там была огромная скидка, нам там в подарок дарили постоянно кучу продуктов, и как бы я им пользовалась, ну, потому что он у меня был, но, конечно, сейчас, когда я, мне приходится тратить свои заработанные кровным трудом непосильным деньги, то я не буду их тратить на Fix Plus Matte, я их буду тратить на Milk Pore Eclipse. И закончила пудру от Pat McGrath, которая Under Eye Powder в оттенке Light, стерлось уже все название, я такое не люблю, тут тоже упаковочка покотенная, мне нравится то, что, смотрите, вы мной горды, я собой горда, я собой горжусь, я такая молодец. Я эту пудру в основном наносила под глаза, да и на все лицо тоже могла, я взяла две пудры от Pat McGrath, вот ее рассыпушку и вот эту вот, и вот эта вот пудра мне нравится больше, намного, потому что рассыпушка мне прям жжет лицо иногда от того, какая она сухая. То есть бывают дни, когда у меня кожа себя хорошо чувствует, и я ей могу пользоваться, особенно если пропшикать ее спреем фиксирующим, а бывают дни, когда прям вообще не могу ее пользоваться. Вот этой пудрой я пользовалась постоянно, мне нравится ее маленький размер, потому что мне нравится заканчивать продукты, плюс она компактная, с собой носить, с собой возить идеально. Здесь есть небольшое зеркало, оно прям вообще, вообще такое маленькое, что мне кажется, в нем ничего нельзя увидеть. Посмотрите на размер этого зеркала. Но если вы только с собой его берете и где-то там поправлять, как-то в дороге, но для того, чтобы поправлять этой пудрой макияж в дороге, все равно нужно нести с собой либо кисть, либо спонж, поэтому я не понимаю, зачем здесь это зеркало, оно бесполезное. Пудра неплохая. Повторять не знаю, буду ее или не буду, вы знаете, в конце я ей подраскрасилась, и она хорошенечко подвыбеливала лицо, она в нескольких оттенках представлена, у меня тенок лайт. Нет, пока что точно брать не буду, потому что есть другие пудры, которые я хочу подзакончить, но она в списке, не могу сказать, что моих самых любимых пудр, но таких хороших, рабочих пудр у меня останется. Мне нравится то, что она прессованная, потому что все остальные пудры под глаза, которые мне нравятся больше, чем эта пудра, они рассыпчатые, и они и больше по размеру, и с ними больше мороки, а вот эта вот мне нравилась как бы легкостью своего использования, что она как бы прессованная, и ее прям быстренько не нужно ее никуда высыпать, никуда не пересыпать, с ней в принципе не переборщишь. В этом плане она удобная, поэтому хорошая рабочая пудра. Если у вас прям сильно сухое подглазье, и вам все сушит, я бы, наверное, ее все-таки не брала, но если у вас нормальные как бы глаза без какой-то определенной сухости, то она прям сильно сушить не должна. Бывает иногда, что у меня вот есть экзема под глазами, и тогда я, конечно, ей не пользуюсь, но когда у меня все это дело проходит, я начинаю пользоваться этой пудрой, и она хорошо мне заходит. Вот и все, как я вам быстренько сегодня рассказала про все свои пустые банки. Давайте обсудим все продукты, которые я вам сегодня показала в комментариях. Скажите, что-то может быть вас заинтересовало, что-то может быть у вас есть, может быть у вас есть свое мнение по поводу этих продуктов, и оно отличается от моего. Напишите его в комментариях, и спасибо, что вы были сегодня со мной и смотрели это видео. Всем до скорых встреч, и пока-пока!